Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Зинаида Голубева, художник-преподаватель онлайн-школы «Русская роспись». Поздравляю вас со светлым, радостным пасхальным днём. И вашим вниманием предлагаю разбор работ, присланных на пасхальный интенсив «Роспись в буквах». Перед вами работа победителя. И что мы видим? Прекрасные буквы, которые украшены хохломской кудриной. Напоминаю, что «Роспись в буквах» проходила именно в этой технике. В технике хохломы кудрина. Работа очень гармоничная, радостная. Она прекрасно читается как в росписи, так и в буквах. Дальше рассмотрим работу, которая показывает не только буквы расписные, но и вокруг букв. Здесь очень много мелких деталей, но, к сожалению, они далековаты друг от друга. Кудрина рисуется плотно, чтобы все элементы подходили максимально друг другу. И здесь, конечно, этого немножко не хватает. Смотрится работа немного раздробленной, а буквы сами по себе хороши. Еще мне кажется, здесь качество краски подвело участникам. И как краска этой не рисуй, все равно есть наплывы, есть растеки, есть неплотность покрытия черного цвета. Но работа очень красивая, нарядная. Следующая работа, присланная на интенсив, это работа, оформленная с буквами прямо по форме пасхального яйца. Очень красивая и изящная роспись. Посмотрите, как сделаны все элементы разживок. Как плотно и точно подходят все элементы друг другу. Для меня немножко не хватило размера букв, чтобы они были более притягательны. Следующие буквы написаны очень интересным шрифтом. Прекрасная каллиграфия, но тяжеловато смотрится эта кудрина. Большие круглые цветочки смотрятся как пряники. И если бы не такая каллиграфия буквы, а была бы она потолще, то эта роспись очень достойная. Мне кажется, что здесь прекрасно показаны все элементы. Они добавлены золотым оттенком. Но хотелось бы, чтобы эта роспись имела плавную передачу волны, как от того требует именно стилистика хохломы. И цветовое решение, мне кажется, менее выигрышное, чтобы если бы она исполнена, была в красно-черном тонах. Что мы видим на работе следующего нашего участника? Здесь очень красиво около правой буквы В стоит эффектная веточка кудрины. Но у буковки Х ножка ушла вниз, и внизу боковые две веточки не соединены между собой и висят в воздухе. Как бы перетягивают массу с буквой в левый нижний край работы? Если бы веточку у буквы Х располагать под такой же разметки, как и с правой стороны, а внизу веточку убрать, то работа была бы более цельна и ёмко смотрелась. Этого же автора вторая тема с другой кудриной. И кудрина мне здесь больше нравится, потому что она здесь воздушна, и она очень эффектно огибает левый и правый край работы. Как раз здесь сбалансированы края. Они все выровнены по одной линии. И здесь эта работа лучше выполнена. Она вместе в сотрудничестве с буквами хорошо смотрится. К разбору прислали следующую работу, где две буквы украшены кудриной. В своем ролике, показе, обучающем, как рисуется кудрина, здесь я не увидела своих советов. Как строится кудрина, как она идет по волне, как чередуются элементы. Здесь нарисована рукой не новичка, а тот человек, который знает и не понаслышке умеет рисовать хохламу. Свой вид кудрины, но здесь слишком хаотично она. Есть очень крупные элементы, рядом маленькие элементы. И здесь из-за того, что нарушена гармония с самой росписи, буквы смотрятся раздроблены. Особенно буковка В. Но я желаю этому участнику изучать основы и каноны кудриной росписи, потому что этот участник может достичь уровня мастерства очень высокого. Здесь все данные к этому есть. Следующая буква, которую вы видите, она вписана в кудринный элемент, но присана, как сейчас мы видим, фрагмент. И следующая картинка, которая покажет эти две буковки, вписанные в единую композицию. Но так как участник прислал эти буквы на разбор, давайте мы на них посмотрим. Мы увидим, что здесь не очень аккуратно выполнены кудринные элементы. Есть очень маленькие, оторванные, а также нарушение волны. И это все бросается в глаза. Здесь просто не хватает опыта человеку это выполнить, потому что поставил для себя серьезную задачу. Давайте посмотрим эти буквы уже на плакетке. То, что я советовала, на своем записанном уроке обязательно соблюдать в композиции линию границы, здесь автор не прислушался. И кудрина буквально заходит за край этого сувенира. Нужно обязательно выдерживать линию границы, какой бы узкой ни была кудринная полоса. Но смотрится очень нарядно. И буквально смотрится, как герб. Мне кажется, дополнительные черные цвета по овалу, по кругу этой композиции немножко перевешивают по тяжести, чем внутреннее красно-желтое решение. Вот такие мои советы к этому автору. Следующая очень интересная работа. Задумка мне здесь очень понравилась. Но смотрится буковка В и Х по отдельности очень хорошо. Но вместе они смотрятся не столь гармонично. Потому что в кудрине все идет по волне. А здесь завалилась вот эта палочка. Она идет под углом 45 градусов к правой палочке у буковки В. И поэтому смотрится не в едином о таком порыве. Хотя читается очень интересно. Молодец автор. Очень богатая композиция следующего участника. Потому что здесь участник добавил и золотой фон, и красные цветы. Явно этот участник владеет базовыми навыками росписи. и проявил себя в полной вере. Здесь это во участника как раз и подвело. Благодаря тому, что произошла разбивка на три цвета, даже на четыре, потому что красные цветы разбавлены еще дополнительным вишневым цветом, получилось очень пестро и нечитаемо. Буквы пропали. Смотришь как на красивый орнамент. Но цель интенсива роспись в буквах состояла в том, чтобы показать красивую букву с дополнением в кудринной росписи. Здесь головнее себя повела кудрина. Она полностью забила, ну, если можно так сказать, это профессиональный термин художников, декораторов, она вот, к сожалению, буквы не читаются. Поэтому представьте, что красные кудринные элементы мы убираем. Вот просто возьмите и уберите, вы сразу увидите две буквы. Но может быть стоило их сделать чуть помягче. Ну, это уже разбор каллиграфа. Следующий участник прислал достойную работу, где буковки Х и В слились воедино. Они смотрятся очень чисто. А вот кудринные элементы далеко убежали друг от друга. Мы видим с вами прорези между всеми элементами что, к сожалению, дает сплоченности восприятия кудринной полосы. Здесь участнику, конечно, нужно более близко рисовать эту кудринку, чтобы она смотрелась действительно таким красивым орнаментом. Но очень хорошо постарался и мне эта работа по-доброму очень нравится. Следующая работа выполнена на очень сложном таком ярком холодном фоне. Это, конечно, сразу же берет на себя внимание. Кудринные элементы выполнены неплохо, но они смотрятся сами по себе. а буквы украшены виноградом. И хотя это церковная стилистика виноград, но здесь она немножко неуместна, потому что виноград здесь не стыкуется вместе с кудриной. не происходит здесь красивого вхождения буквы в оформленный орнамент кудрины. Вот такой вам совет. Очень чисто выполнена работа всего в двух цветах. Даже здесь может быть изменение камеры, потому что мне кажется это красные буквы. Возможно этот человек выбрал кирпичный цвет и черную разживку. Мне кажется здесь немножко не хватило какой-то добавочной кудрины до верха, до низа, чтобы немножко читалось более плотно к этим буквам, которые выполнены очень качественно, чтобы они не смотрелись как две веточки просто по бокам. Здесь нужно взаимодействие и приблизить поближе к буквам. следующая работа сначала и не понимаешь что это, потому что смотрится как отдельные элементы на круглой или досочке или сувенире или просто на круглой поверхности какой-то. Здесь автор поставил задачу изобразить две буквы как будто бы кудрина выявляет эти две буквы. И получилось так, что если с правой стороны еще буковка В читается, то буковка Х из-за того, что по бокам посредине буквы Х стоят два одинаковых каплеобразных элемента, а каплеобразные элементы очень похожи по форме глаза. Поэтому вот эти два глаза очень как-то задают такой вопрос, а зачем они здесь? Мне кажется, если бы здесь были бы два цветочка или элементы кудрины, как вы сделали с правой стороны у цветка, работа приобрела бы более интересный характер. И а еще следующее замечание, у вас кудрины элементы с четырех сторон круга не соединены между собой. И поэтому буквы тех местах, где стыкуются четыре элемента внизу, вверху, слева и справа, они или очень близко походят друг к другу, или буквально точечно дотрагиваются. Из-за этого буквы не читаются. Здесь нужно было больше вокруг кудрины, и чтобы она была более единым таким звеном шла, чтобы буковки были более выразительны. Следующая перескочила работа нечаянно. Вот работа у нас выполнена с применением нескольких цветов. Здесь и розовый, и желто-коричневый, еще зеленый цвет. Так как кудрина это хохломская роспись, которая любит графическое изображение. Почему ее выполняют или только в черном цвете, или в красном, или в черно-красном цвете, то здесь недопустимо применение зеленого цвета. Получается, что две полосы кудрины, которые выполнил автор, они немножко выпадают из контекста народной росписи. Это уже авторская интерпретация, то, что нам не подходит. Это нужно было обязательно сделать в двух, максимум в трех цветах. можно было в золоте сделать. Вот такой совет вам. И последняя работа, присланная на разбор, это две буковки, которые немножко сливаются. Но кудрина выполнена здесь прекрасно. Мне очень понравилось, как по форме яйца выполнены фалдочки. И выполнены они, видите, в двух оттенках. тончайшая роспись, но две буковки, к сожалению, потеряли свое какое-то чистоту восприятия. И когда первый раз смотришь, то видится только палочкой буква З. Вот здесь, мне кажется, как раз очень важен разбор с позиции буквы. А кудрина здесь очень красивая. Молодец автор. Дорогие друзья, приглашаю вас в нашу школу изучать чудесную народную роспись Хохлому. В ней есть несколько уровней. У нас записано много различных курсов и не только в Хохломе. Вы найдете по своей душе то, что вам ближе всего. Ну, а я постараюсь вместе с вами научиться прекрасному виду народного творчества художественной росписи и художественной декоративной иллюстрации, которую я преподаю в нашей школе русская роспись. Всего вам доброго и до встречи на следующих интенсивах и до встречи в онлайн школе русская роспись. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор Субтитров